Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! У нас сегодня очень вкусная гюрзя! Рецепты оставлю в инфобоксе обязательно. На мамином канале есть рецепт на это все. Здесь у нас соус кизелевый, барбарис, оливки. Оливок было намного больше, но просто пока я все это готовила, конечно же, Твикс украл половину оливок. Я не успела это заснять, потому что камера была выключена. Этот кот обожает просто оливки. Очень странно, да? Я никогда раньше ни у кого, у котов не замечала такой особенной, что они любят оливки. Прикиньте, вот. А мой прям вот положить перед ним, например, мясо свежее, его корм любимый и оливки, он обязательно выберет оливки. Я еле засунула вот эту большую трубочку, потому что маленькая мне не нравится, она неудобная. Мне вчера в инстаграм моя подписчица написала письмо и попросила обсудить эту тему, чтобы вы в комментариях поделились своим опытом. Возможно, у вас в жизни тоже было что-то подобное. Вот имя называть я не буду, потому что она просила все это анонимно. Познакомилась с молодым человеком. Я просто сокращенно буду вам читать, потому что сообщение очень большое. Познакомилась с молодым человеком, мы прообщались неделю, после недели увиделись, потом продолжили наше общение и он пропал. Я подумала, что я ему не понравилась, не придала особо этому значения. Прошло время, он вновь появился и вновь мы неделю общались, но потом он опять пропал. Второй раз мне это уже показалось очень странным. Написала ему пару сообщений, куда он пропал, но прошел месяц, он вновь появился. Что это значит? Были ли у вас у девочек такие случаи? Что я могу сказать? Если мужчина пропадает, на мой взгляд, просто для него ваша ценность равна нулю. Мы вообще привыкли придумывать какие-то причины, оправдания для мужчин. Если мужчина не пишет, мы думаем, он, наверное, занят, у него какие-то срочные дела. На самом деле все гораздо проще. Он не пишет, потому что ему не хочется. Если бы хотел, бы написывал каждые пять минут. Ни в коем случае не оправдывайте мужчин. Если вы думаете, что это нормально, напишите, кстати, вы тоже в комментариях. Я знаю, что 95% кто меня смотрит, это девочки. Возможно, у вас тоже в отношениях были такие мужчины, и что-то у вас с ними получилось, как-то исправился мужчина. Но я считаю, что обычно в 99 случаях такие мужчины не меняются. Скорее всего, вы у него как запасной вариант. В случае чего, когда скучно, написывает вам. Что бы я сделала в такой ситуации? Вот первый раз он пропал. Пропал. Второй раз, когда он написал, я спрошу, куда ты пропал? Что произошло? Если человек не сможет аргументировать причину своего исчезновения. Например, возможно, попал в аварию, был в больнице, не знаю, пропал на три дня, потому что что-то произошло. Потерял телефон. То есть, если не будет весомой какой-то причины, почему он не выходил на связь, я считаю, что такого человека просто нужно удалять из списка своих контактов. Вообще, среди мужчин есть такие чокнутые, которым вечно надо общаться с разными девушками. Мне кажется, это психологическая травма. И, как говорит практика, такие люди не меняются. Я всегда смотрела на пару Решетовой и Тимати и думала, вот избавника Решетова сделал такого семьянина и так далее. Но потом, когда они развелись, и она там рассказала, что каждый раз были предательства, предательства каждый раз повторялись, я уже поняла, что, скорее всего, такие люди не меняются. Зачем вам портить свои нервы? Каждый раз думать, придумывать причины, почему он не написал еще что-то. В мире очень много достойных мужчин, очень много. Зачем вам такое? Например, я в отношениях, правильно? Но вокруг меня очень много достойных парней. Там друзья, парни-подружек, одногруппники какие-то бывшие. Так смотришь, адекватные, нормальные парни. Поэтому не нужно давать шанс таким людям, которые вмиг могут исчезнуть, пропасть, которые считают это нормой. Мне кажется, сейчас найти вторую половинку стало намного проще, чем раньше. Вот мама раньше рассказывает, как они там с папой познакомились и все дела. То есть реально найти вторую половинку было очень сложно. Но, наверное, тогда люди и ценили любовь. Сейчас люди просто разворачиваются, уходят, разводятся. Уходят из отношений. Я, например, когда подружке рассказываю про какие-то свои личные проблемы в личном плане, что меня не устраивает и так далее, у меня подруга просто говорит, уходи, расставайся и так далее. С одной стороны, реально это кажется выходом. То есть ты расстался и все, проблема решена. Но следующий твой избранник, которого ты найдешь, не факт, что у него не будет минусов. Я все-таки за семейные ценности в том плане, что я считаю, что семья – это самое главное, что у нас есть. Сначала та, в которой рождаешься ты, а затем та, которую ты создаешь. Как же вкусно. У всех людей есть свои минусы. У меня также. Есть вещи, которые, например, мне говорят по сто раз, я опять делаю то же самое. Если вы ищете прям идеального парня, то такого навряд ли вы найдете. Но человек, который исчезает, потом появляется, потом опять исчезает, непонятно. Это тоже абсолютно не вариант. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас в жизни были случаи, когда мужчина пропадал, появлялся, и было ли такое, что чем-то путным закончилось это все. Как-то удачно закончилось. Просто мне кажется, что... А еще напишите, пожалуйста, истории в комментариях. Просто реально будет интересно вычитать, если у вас, например, ваш муж нынешний, например, раньше был бабником, а сейчас стал примерным семенином. Такое бывает? Вообще бабники, на мой взгляд, опять же, это мужчины, которые имеют некие психологические травмы. Они хотят самоутвердиться за счет других барышень, потому что все за ними бегают и так далее. По-другому невозможно объяснить, постоянное меняние, так сказать, партнерш, зачем это надо. Ну, может, не знаю, я девушка, я не понимаю это. Всегда нужно прежде всего ставить себя. Если человек не уважает вас, зачем вам этот человек нужен? А если он пропадает, это реально проявление неуважения. Так что вот так вот, не парьтесь. Прежде всего, надо любить себя. И вот когда вы по-настоящему полюбите себя, когда вы можете остаться абсолютно одна, без мужчины, и в гармонии можете радоваться жизни, тогда на вашем пути появятся достойные. Которые распоражают, что бывшие всегда возвращаются. У меня прям недавно, позавчера у подруги случай произошел. Мне очень нравился молодой человек, и как только она на него забила, прошло два месяца, и он сам объявился. Сейчас чуть ли не пятки целуют, что, пожалуйста, дай мне возможность вернуться, а ей уже эти отношения не нужны. Она как бы переболела и забила. Сок тоже у меня закончился. Все закончилось. Было очень вкусно, реально. Гюрзя это не как пельмени, то есть в пельменях там сырое мясо, здесь пожаренное, очень вкусное мясо внутри. Поэтому вкус абсолютно другой, особенно с барбарисом и вот таким кислым соусом. Пушка просто. На этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока. С вами была Айка.